Добро пожаловать на лекцию про установку VMT. Мы хотим установить и понять, как он работает. И у нас интересный сценарий. У нас есть изолированная лаборатория, у которой нет подключения в интернет. В ней есть рабочие станции Windows 10, которые подключены к VMT, который управляет лицензиями Microsoft и делает активации, но у него нет интернета. Мы возьмем этот VMT изолированный и через USB подключим к другому VMT, который не изолированный, и он пройдет активацию и Confirmation ID, подтверждение на активацию через USB, передаст обратно на изолированный VMT и он уже распространит лицензии на все рабочие станции. В нашем таком интересном сценарии есть три компьютера VMT с интернетом, VMT изолированный в лаборатории и компьютер DUN, который тоже изолирован в лаборатории. Как мы делаем изоляцию? Мы берем, переключаем этот компьютер, который чистый Windows, на сеть host only. Это приватная сеть без интернета. У нас есть Bridge. Это как будто бы компьютер находится в моей физической сети. Или NAT. Это мой физический компьютер будет роутером для виртуалок. В обоих случаях будет интернет. Или custom. Кастомная сеть своя отдельная изолированная сеть. Например, сеть номер 3. Я могу выбрать любой номер. Host only. Это такая же изолированная сеть, но мой физический компьютер участвует в этой изолированной сети. Я выбираю сеть номер 3 просто так. В ней ничего нет особого. И мы делаем OK. То же самое и на втором компьютере. Мы в настройках сетевого адаптера подключаем его к сети номер 3. Я вам сейчас хочу показать, что в сети номер 3 у нас нет никаких настройок. Мы идем на Virtual Network Editor внутри VMware и видим, что сеть номер 1 у нее есть DHCP и сеть номер 8 у нее тоже есть DHCP. И они оба подключены к физическому моему компьютеру. Вот эти вот две сети. Одна как роутер, вторая как host only. То есть без роутинга. Просто мой компьютер часть от этой сети, но он не передает пакеты в интернет. А сеть номер 3 в этом списке нет, потому что она вообще не связана с моим физическим компьютером. То есть нельзя достучаться до моего физического компьютера и нет DHCP. И поэтому надо выдать адреса вручную. Мы даем IP-адрес вручную 192.168.1.1. И на втором компьютере мы тоже дадим IP-адрес вручную. Потому что нет DHCP. Я ему дам адрес 192.168.1.2. Заметьте, нету ни DNS, ни Default Gateway, ничего. Это изолированная лаборатория, в которой компьютеры вообще не могут выйти в интернет и физически не подключены к интернету. Давайте только проверим, что между ними есть ping. Сделаем ping на 192.168.1.1. И мы видим, что ping нет. У нас есть два способа, как открыть ping. Я вам сейчас покажу быстрый способ. Быстрый способ – это посмотреть на соседей по сети. Видите, Network Discovery. Если мы включим, то мы увидим всех, кто в нашем воргруппе, и это включит также firewall и ping. Это первый способ. А второй способ – это через контроль панель. Вот видите, ping пошел, значит, мы все настроили правильно. А второй способ – это открыть с помощью firewall. Давайте сейчас сделаем ping на второй компьютер. 192.168.1.2. И проверим связь с ним. В нем тоже надо открыть, но я сейчас сделаю это через firewall, чтобы вам показать, как пинцетой точно можно открыть именно пинги. Мы идем в Advanced Firewall, в входящие правила. И ищем File and Print Sharing. Ping echo request. Echo – это и есть протокол ICMP пингов. И вот нам надо вот этот ICMP – это протокол. Echo request in для приватных сетей и публичных, а не домейна. Вот именно это правило я разрешил, только его одно. И заметьте, что произошло, что ping сейчас пойдет. Понятно? Это два способа. У нас есть ping, мы в изолированной сети. Все супер. Мы настроили нашу лабораторию изолированную. Теперь нам надо вернуться к VMT и установить его. Так, мы начинаем с того, что мы идем в интернет и пишем ADK. ADK – это пакет инструментов вспомогательный для Windows. Windows ADK – он бесплатный. Windows Deployment Kit – он помогает нам делать установки Windows. Разные имиджи, проверять performance, производительность Windows. Есть загрузочный диск в NPE. Он умеет кастомизировать Windows и имиджи. То есть это вспомогательные инструменты для установки Windows. И мы его скачиваем. Вспомогательные инструменты. Такой пакет со многими вспомогательными инструментами. Здесь есть разные его версии. Для каждой десятки они делают новую версию вспомогательных инструментов. Мы можем его установить на этот компьютер. Или мы можем его установить на другой компьютер. Если мы хотим на этот компьютер, то мы делаем install, yes и accept. Теперь нам надо выбрать, какие инструменты мы хотим установить. Я сейчас убираю все галочки, потому что мне нужен только один инструмент – этот VMT. Здесь есть много интересных инструментов, но нам сейчас нужна только VMT. Он занимает 11 мегабайт. Кстати, что здесь еще есть такого интересного? Например, есть Deployment Tools – инструменты для установки имиджей. И файл ответов. Видите, вот этот файл ответов, который автоматом не установит Windows, находится здесь – Windows 7. USMT – чтобы перекидывать профиль пользователя с компьютера на компьютер перед форматированием. Virtual App – это виртуализировать, делать портативным. Приложение обычное. Его сделать из обычного приложения портативное, чтобы на USB можно было его не устанавливать, а просто запускать. Но нам сейчас нужен VMT, который делает нам автоматизацию и установку лицензии на рабочие станции. Мы его устанавливаем. Он всего лишь занимает 11 мегабайт. И делаем Close. Теперь он у нас установлен вот. Этот инструмент вот здесь вот. Мы его запускаем. Но он требует подключения к базе данных. То есть он все свои данные про активации, про лицензии и Product Keys сохраняет в базе данных. И он требует SQL Server. У нас на данный момент нет SQL Server. Но здесь внизу есть ссылочка «Установить SQL Server Express. Бесплатную версию Microsoft SQL Server». Давайте нажмем на нее. Он мне открывает браузер и начинает скачивать вот здесь внизу установочный SQL Server. Прекрасно. Я делаю Yes. И он мне начинает устанавливать наш SQL Server. Я делаю Accept. И он мне установит это все вот в эту папку. Install. Все. У нас начинается установка SQL. И потом мы и подсоединим этот инструмент к нашему SQL. Пока что я его выключу. Видите, он пустой. У него.